Всем привет, меня зовут Евгений Сосновский, я менеджер сервиса ресторана Биф, Мясо и Вино. А вы находитесь на канале Биф Стори. Это крутой канал о ресторанной жизни. В ресторан заходит совершенно неприметный мужчина в сером плаще. Скажи, почему у тебя так много гостей имеем в баре? По первому миллион Гарри Карагатский заработал... лет. Если я хочу поесть вкусного сладкого, я хочу пудинг в кружке. И есть его большой ложкой. Я хочу представить нашу новую рубрику «Разговоры с ресторатором». И у меня в гостях моя хорошая соседка, я считаю, что одна из лучших рестораторов Украины, Аня Казаченко. Ну, why not? Ну, я так считаю. Владелица ресторана Милбар и владелец ресторана Доксентейлс. Вот. Рад тебя видеть. Давай. Спасибо, очень рада. Мы находимся на Шта-Руставелле. Ты считаешь, это вот, это ресторанная улица, да, крутая ресторанная улица сейчас? Я считаю, что она встала в крутой ресторанной улице. Ты знаешь, когда... Ты же был здесь одним из первых, да? Ну, я, да, думаю, один из первых. Очень давно. Мы посмотрели помещение для Милкбара. Ну, мне кажется, это была очень странная еще тогда улица. У нее не было какого-то... Ну, какого-то своего шарма, какого-то своей атмосферы совершенно. Она только-только начинала быть тем, кем она есть сегодня. Сейчас, да? Ты заложил, скажем так, основополагающий камень. Мне кажется, что мы, ну, как-то продолжили эту историю. И уже после нас начали подтягиваться... Потихоньку, потихоньку. Да, потихоньку, потихоньку начали подтягиваться другие ребята. Скажи, почему у тебя так много гостей в Милкбаре? Все время биток. Это комплексный вопрос очень. На него есть несколько ответов. Ну, во-первых, опять-таки, простая, понятная еда. То есть что-то сложное и непонятное ты не будешь есть каждый день. К нам приходят гости, у нас где-то 50% точно гостей – это постоянные гости. У нас есть люди, которые приходят 7 дней в неделю. Я их знаю лично. Каждый день, да? Каждый день, что бы там ни произошло, они всегда там есть. У нас есть люди, которые у нас знакомились, женились, рожали детей. Просто потому, что это какая-то такая, знаешь, понятная еда, которая не надоедает. Салат, суп, понятный кусок торта, который ты не устанешь есть. Если я хочу поесть вкусного сладкого, я хочу пудинг в кружке и есть его большой ложкой. Вот как-то так. Поэтому, да, это один из ответов на вопрос. Это простая, понятная еда, которую ты готов есть каждый день. Локация играет не последнюю роль. Это мы, знаешь, я на самом деле всегда была, до появления Докзин Тейлз, я всегда была уверена, что если ты делаешь крутой продукт, люди все равно к тебе придут, где бы ты ни находился. Но после открытия Докзин Тейлз я сделала для себя вывод, что по себе нельзя мерить. Потому что я такой человек, я, например, когда приезжаю в Лондон, я выписываю себе места, где я буду завтракать, обедать и ужинать каждый день, и еду в эти места. Я готова искать место для завтрака, где-то в East London на протяжении полутора часа, на каком-то заводе, какой-то цех. Я ездила в ресторан, где Хёрст, да, корова стоит, то есть огромный склад. Да, да я не ездила. 20 минут там ехать. Я готова ехать на любой вообще конец света, если я знаю, что там классное место. Но далеко не все люди такие. И мы поняли, тогда для нас это был шок, что, во-первых, а, людей раздражает, что им нужно искать, их раздражает, что нет вывески. И, ну, это некий, все-таки локация, это некий очень весомый фактор. И мы это поняли только тогда. В году мы приглашаем провести вместе с Биф. Хэллоуин, 31 октября мы посвящаем фильмам Стивена Кинга. Начнем в 20.00 и будем страшно веселиться до полуночи. Присоединяйтесь. Ты будешь как-то, нет? Друзья, привет. Вы наверняка помните, что в прошлом выпуске я вам обещал рассказать 29 историй о жизни ресторана. Так вот, начнем с первой. Произошло это лет 15 назад, наверное. И благодаря, кстати, этой истории я навсегда бесповоротно влюбился в вино. Представьте, пустой зал, воскресенье. В ресторан заходит совершенно неприметный мужчина в сером плаще. Он сдает его в гардероб, тихо проходит и садится за один из самых удаленных и тихих столиков в ресторане. Берет винную карту, недолго ее изучая, показывает на самую дорогую позицию. Это был шаттол Латур 85-го или 86-го года. То есть очень дорогое вино, самое дорогое вино из карты. Я ему выношу, по правилам презентую, открываю бутылку, декантирую. Мужчина долго всматривается в бокал, оценивает, очень долго нюхает. И в конце концов, наконец-то пробует вино и... И это не то, что я ждал. Он говорит, пожалуй, нет. Вы знаете что, дайте мне, пожалуй, эспрессо. Ну и счет. Он получает счет, кладет 2000 долларов за вино, плюс 20 гривен за эспрессо. Он встает и уходит. 2000 долларов за вино, к которому он даже не прикоснулся. Ну, скрывать не буду, мы его допили из чайных чашек подсобки. И именно тогда я понял, что вино это намного больше, чем красная жидкость в красивой бутылке. И я просто был поражен этой глубине вкуса. И это было просто, просто невероятно. Кстати, а что бы вы сделали, если бы вам вынесли в ресторане то вино, которое вы заказали, при условии, что оно было абсолютно нормальным, не испорченным, но вам оно не понравилось? Платили ли бы вы за него? Кстати, пишите об этом в комментариях внизу. А я пока пойду вспоминать вторую историю. Вот ты назвала еду, локацию, а что еще? Атмосфера. Атмосферу создают ребята, да, твои? Ты знаешь, не только. Ребята, естественно, ребята главные вообще. У нас во всех ресторанах главные ребята. Но атмосфера состоит из деталей, из разных деталей. Я считаю, что там атмосферу создают и ребята, и каждая подставка для торта, которая покупается. Ну да, люди это все видят. Каждая банка, каждая кружка, каждый значок. Мы очень много времени и внимания этому уделяем. Давай я вот спрошу такой вопрос последний, да, и как бы пожелания. Вот если нас будут смотреть ребята, которые вот захотят открыть какой-то крутой свой проект, какой-то вот они же смотрят, вот Аня, у нее получилось, я тоже хочу. Вот какие есть такие маленькие пожелания для них? Слушай, ты знаешь, это хороший очень вопрос. Я когда хотела, я же очень давно мечтала, я пыталась хоть где-то взять любую информацию. Мне так было интересно все, что вот касается ресторанов. В то время, ну это было сколько лет, вообще ничего не было. Ты знаешь, я пошла, это очень смешно, но я пошла на семинар к Мусатову. Да, да. Когда не то что не имела отношения к ресторанам. Я была таким очень джуниор-менеджером в рекламном агентстве. И просто девочкой, которая любила готовить, я сидела на этом семинаре, я как губка впитывала все. Я половину слов не понимала. Я писала конспект, я слушала, смотрела на Сашу Мусатова, как я не знаю. На Бога. Как на Бога, на всех этих людей, которые там сидели. Мне было супер стыдно, когда нужно было представляться и говорить там, там, я Люда, ресторан Евразия, управляющая. А я говорила, я Аня, я менеджер рекламном агентстве, наверное, когда-нибудь открою ресторан. Сгорала от стыда в этот момент. Так вот, это тогда я, это единственное, что я тогда нашла. Вот ребятам, которые сейчас хотят это делать, намного проще. Потому что есть очень много всего. Спасибо Игорю Сухамлену, который делает классную платформу, где можно подчеркнуть много информации. Юлия Чеснокова, да? Юлия Чеснокова. И сейчас очень много, ты знаешь, рестораторов, которые готовы делиться. Я всегда готова. Мне пишут часто, просят, приходят в ноутбар, спрашивают. Расскажи, да. Расскажи, подскажи. И я знаю, что многие из тех, у кого уже получилось, они готовы делиться. Для меня было совершенно разрывом шаблонов, когда я поехала к Мише Зельману. И когда я увидела, что человек, который уже добился очень многого, очень многого. Для меня, я туда ехала, я не понимала, зачем он это делает. Но явно не за деньги, с тех процентов. Я после первых 10 минут поняла, почему он это делает. То, что у человека появляется потребность делиться. Да. Вот все очень просто. Мы взрослеем и хотим быть учителями. Естественно. И вот он накопил базу знаний, он хочет сделать хорошо другим. Это очень круто. И сейчас очень много таких людей, у них можно учиться. Есть какие-то статьи, очень много информации онлайн и на разных языках. То есть я советую очень много брать, учить, черпать, смотреть, посещать, путешествовать. Ездить, ездить, ездить. Фотографировать, записывать, делать мутборды, смотреть Pinterest. Чем больше этой информации, чем больше картинок. Чем больше ты берешь, тем больше ты можешь отдать потом своим близким. Естественно, пробовать, экспериментировать. Потому что люди, которые каждый день делают одно и то же и едят одно и то же, и привыкли к одному и тому же, у них не получится. Я считаю, что человек, который делает ресторан, должен все пробовать, быть экспериментатором. Ему должно быть все интересно. И вот только тогда он сможет действительно сделать что-то новое и круто. Спасибо большое. У тебя спасибо. Я очень-очень люблю разговаривать, поэтому спасибо. Спасибо, Анечка. Очень приятно. Если вы понимаете, о чем я. Как и обещали, как и анонсировали, мы разыграем квинтэссенцию мудрости вот этого человека. Книга «Как потратить миллион, которого нет». И вот, собственно, получит ее кто. Сейчас мы посмотрим все комментарии под нашим видео. Кто был прав, кто не прав. Итак, думаю, что ему было 33 года. Отличный выпуск 28. Возьмите ворону на работу. Так она у нас в штате. Нет, там ни хор. Александр 33, 32, первый миллион 34. Друзья, я вижу, что правильный ответ по-прежнему не надо. Что же делать, а? Как вариант, давайте мы вручим книгу тому, кто был максимально близок к верному ответу. А свой первый миллион Гарри Карагоцкий заработал 37 лет. Итак, кто же это был? Господин Виктор Гордеец предположил, что Гарику было 33-34 года, и именно он был максимально близок к правильному ответу. Виктор, приходите пообедать, съешьте мяска, выпейте вина, получите книгу в подарок с автографом от Гарика. Ты будешь коктейль? Нет? Да, ладно. Да? Не советую. Не надо. О, Господи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!